8 февраля уже в эту субботу, дорогие наши телезрители, вся страна отмечает День Российской Науки. И об этом сейчас более подробно мы поговорим с нашими гостями. Это утро вместе с нами встречают Михаил Сергеев, проректор Крымского Федерального Университета по внешним связям. И Михаил Яворский, заместитель директора по научной работе Физико-технического института Таврической Академии Крымского Федерального Университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Максим. Так, скажите, пожалуйста, 8 февраля к нам дошли сведения, День Науки будет отмечаться. Собственно, куда катится наука? Вообще интересуются ли молодые люди наукой или сейчас все в блогеры пошли? Ой, вы знаете, ну, к нашему счастью, молодые люди очень интересуются наукой, и наука дает к этому все основания. Поскольку мы с вами сейчас переживаем, как известно, четвертую промышленную революцию, которая полностью меняет облик нашей жизни, представление о производстве, о товарах, на тот же интернет вещей, о проектировании автомобилей, кораблей. И все это невозможно без современной, сложной, фундаментальной и прикладной науки. Поэтому молодежь видит свои перспективы, видит, поскольку, во-первых, интересуется, во-вторых, это сопряжено с действительно очень большими финансами. То есть если ты успешен в науке, то ты успешен в жизни. И здесь надо тему продолжить. Надо узнать, все-таки, какими же направлениями, конкретно научными, сегодня молодежь интересуется. Михаил, поддержите коллегу. Ну, вот смотрите, вчера я специально готовился к эфиру, пересмотрел очень внимательно большую пресс-конференцию президента Российской Академии Наук, которая была на России сегодня. И вчера же было первое заседание совместное госсовет при президенте Путина вместе с Большим Советом по науке. Там затрагиваются такие темы. Посмотрели, куда у нас идет мировая наука, фундаментальная, где же наше место в ней. Вот я бы, наверное, отметил, что основными трендами сейчас является, ну, 100% это генетика, это космос. И, наверное, это альтернативные источники передачи энергии информации, это квантовая механика. И надо с гордостью сказать, что как минимум в двух таких направлениях в Крыму мы не только влияемся в тренде, но еще оценены на мировом уровне, поскольку в прошлом году мы впервые стали лауреатами в Крыму двух самых престижных премий получения мегагрантов. Ничего себе, мы вас с этим очень серьезным достижением поздравляем. И давайте остановимся здесь поподробнее. Мы получили два мегагранта. Один мегагрант – это мегагрант в области культуры клетки растений. Я немножко, чуть-чуть, буквально полминуты об этом расскажу. Значит, вот везде сейчас на слуху у нас страшная болезнь, коронавирус, да, мы за всех следим. И вот буквально два дня назад в новостях прозвучало, что наконец-то был расшифрован геном вируса. То есть геномы вирусов расшифрован, геном человека давно расшифрован, а вот геномик растений и занимались не очень плотно. А многие научные люди говорят, что вот дальнейшие наши шаги в понятие регенерации, которая нам нужна будет для здоровья, для развития, она как раз связана с растениями. И вот как раз один мегагрант – это мы приглашаем ведущего ученого заграничного, который как раз является гуру на мировом уровне по размножению растений в культуре ткани, то есть пробирки. И вот второй мегагрант – это как раз коллега, он имеет к нему непосредственное отношение. Это как раз производство фирмагнитных пленок. Я думаю, Максим об этом больше расскажет. Да, спасибо. Ну вот я хотел бы добавить к тем трендам научным, основным, которые были сейчас озвучены. Это, безусловно, информационные технологии, космос, генетика и еще, конечно, нанотехнологии, которые лежат в основе успеха всех вышеперечисленных технологий. Так вот, наш мегагрант как раз направлен на развитие стыка нанотехнологий и информационных технологий. Ну не секрет, что мы живем в мире информации и ежедневно возникает необходимость передачи все большего объема информации, все большей скорости их обработки, больших объемов сохранения информации. Так вот, именно на решение этих проблем направлен наш мегагрант. В нашем университете, в нашем физико-техническом институте много лет выращивают так называемые пленки феррит-граната. Это некие магнитные пленки, которые умеют управлять оптическим излучением, то есть умеют кодировать на нем информацию и управлять его характеристиками. Этот мегагрант позволит нам получить принципиально новую эффективность управления, кодирования информацией за счет того, что эти пленки будут наноструктурированы. То есть в них будут внесены какие-то неоднородности, какие-то добавки на очень малых масштабах. Это позволит качественный новый скачок совершить в этом направлении. Мы уже поняли, что Крым идет в ногу со временем и в ногу с мировой наукой. А чем же может Крымский федеральный университет похвастать в плане открытий? Есть? Безусловно. Без открытий бы мегагрантов мы не увидели. Ну вот, говоря о этих наших пленках, огромное было открытие, что в них существует огромный магнитооптический эффект. Это так называемый эффект Фарадея, который, в общем-то, еще, наверное, со школы многие знают. Но нам удалось добиться его огромных величин, что позволило использовать наши пленки в различных устройствах. И в датчиках, и в элементах кодирования, в оптоволоконных линиях. И эти пленки пользуются огромной популярностью. Это раз. Во-вторых, говоря о информационных технологиях, вторая составляющая, мегагранта. В нашем университете порядка 20 лет развивается новое современное направление, которое называется сингулярная оптика. Мы изучаем не просто световые пучки, которые все знаем, а особые пучки, которые называют оптическими вихрями. И именно эти оптические вихри сейчас рассматриваются как новые носители информации, на которых мы сможем передавать по оптоволоконным линиям информацию в десятки раз больше и в десятки раз быстрее, чем позволяет сегодняшняя современная технология. Ловлю себя сейчас на мысли, что слушали бы вас и слушали. Но, к сожалению, время нашего эфира, время беседы ограничено. Поэтому вам хотелось бы выразить огромную благодарность за то, что это утро вы встречаете в нашей компании. Рассказывайте такие новости крымчанам, ну и, кстати, крымчанам, нашим телезрителям. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были Михаил Сергеев, проректор Крымского федерального университета по внешним связям, а также Михаил Еворский, заместитель директора... Да, только не... Максим, извините, все еще Максим Еворский у нас сегодня был, заместитель директора по научной работе физико-технического института Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернацкого. Но мы движемся дальше, и прямо сейчас давайте посмотрим, что же собрали для вас наши корреспонденты в интернете.